Сборная мира в белой форме. Рефери Пол Стюарт в центре площадки. Доминик Гашек и Патрик Руа заняли места в воротах. Матч всех звезд НХЛ. Сборная Северной Америки против сборной мира. Начинается первый период. Счет 0-0. Первое вбрасывание. Форсберг и Линдрос. Леклер. Идет такая разведка боем. Как быстро заменили тренеры первые составы. 15 секунд не прошло. Уже Кравчук появился на площадке у сборной мира. Появился Саку Койгу под девятым номером. Интересно, будет ли в сборной мира учтен национальный принцип? Вот как раз и играет финская тройка. Да, совершенно. Курри, Койгу и Селяне. Возможно, это только начало. Возможно. Койгу. Первый опасный момент. И первая шайба. Минуты не прошло. А тема Селяне уже открывает счет. Ошибка защитников. Лири, конечно, не успевал. И Койгу, как ему свойственно, партнера вывел на ворота. А уж Селяне забивать-то. Доказал, что умеет. Между прочим, вот и вчера в соревновании в таком многоборном по разным дисциплинам, именно Селяне поставил точку, забив вот булит, когда до промаха били хоккеисты в ворота Патрика Руа, и тем самым принес победу с минимальным преимуществом в команде сборной мира. Но, в общем-то, по сути, сборная мира является сборной Европы. Ну, разве что такую сноску можно делать, что один из вратарей, Олаф Колсак, родился в Южной Африке. А шайба-то в ворота едва-едва проползла. Однако и такие голы засчитываются. Следующие смены состав сборной Северной Америки мы в первой смене вообще определить-то толком не успели. Но сейчас у них звено Майка Мадана играет. С ним вместе флериет Качук. Зубов пытался организовать атаку, нет, перехват. Каменский бросал по воротам, а это Мадана. Он любит, из глубины атаку начинает. И пас какой хороший над Качука, но пытался широко сыграть в Качук. Но не диагональный пас был, а такой прямой. И его перехватили. Защитникам в этой встрече придется довольно тяжело. Ведь по неписанным законам в этой игре силовые приемы не используются. А бороться против техничных форвардов и той, и другой сборной без силовых приемов достаточно трудно. Борьба у борта. Ягра припечатали. Миронов. Очень неплохо. Ягра 2-0. Третья минута. Ну что ж, лихое начало. А вот видите, нравится болельщик. Ну, естественно. Голы достаточно были. Особенно второй. Ягра эффектны. И Миронов хорошо сыграл вот в этом эпизоде. Посмотрите. Не знаю, как насчет троек национальных. Можно ли говорить о национальных каких-то звеньях, если играют Палфи, Бондра и Ягар в одном звене? На сегодняшний день Чехия и Словакия – это разные страны? Да. Но, тем не менее, по крайней мере, географические соседи. Ну что ж, сборная Мира стартовала более чем успешно. А теперь шведская тройка атакует Альфредсон, Сундин и Форсберг. Три нападающих. Так что, наверное, придется согласиться. Для первого периода Кен Хичкок избрал вот эту тактику. Звеньев может быть национальную. Ну и пока он может считать, что его выбор был успешным, точным. Мы пока еще детально не останавливаемся на составе североамериканской сборной. Но, согласитесь, это логично. Потому что пока что она себя ничем еще не проявила. По сути дела, еще ни одного броска не было сделано. Если три минуты почти уже прошло первого периода. И команда, где собраны лучшие бомбардиры регулярного чемпионата Ильхайла из Северной Америки пока. Притом два крайних форварда, и Селянь, и Ягар как бы отблагодарили болельщиков, выбрав стартовых пятерок. И, в общем-то, показали, что хорошо в хоккее разбираются. Но это можно было не сомневаться. Да, в Канаде любой хорошо разбирается в хоккее. Вот Мадана что-то пытается завязать. Ну, где-то, может быть, во время какой-либо из пауз поподробнее можно будет сказать, как создают тренеры той и другой сборной, подбирают игроков. У них, в общем-то, достаточно много ограничений в подборе. И опять Селянь, по-моему, в штангу попала шайба. Пожалуй, лицевой борт. Курив. Курсирует немножко сзади оттянутого форварда, центр форварда. Линдрос выводит Грецкий на ворота. Нет. Дважды Гашек. Ну, Гашек накануне, в субботу, во время эстафет и бросков показал великолепную игру. Собственно, Селяня только точку поставил, а выиграл в соревновании по большому счету один Гашек. Да, совершенно верно. Последних шесть буллитов предстояло пробить команде Северной Америки. И счет был равный. Гашек все шесть парировал. Но и сейчас пока что не пробиваем. Четыре минуты пятьдесят две секунды команда сыграли. Два ноль. Впереди сборная мира. А вот вы знаете, что произошло сейчас, а? Пару раз повторили нам бросок тему Селяня. Простите, пожалуйста, Деклер выходит к воротам и отыгрывает одну шайбу. Счет становится три-один. Почему три-один? Вот два или три раза в повторе прокрутили выход Селяня, когда мы сомневались, то ли в штангу попала шайба, то ли в лицевой борт. А она попала не в штангу и не в лицевой борт. Она ударила в заднюю часть перекладины вот в ворот и вылетела оттуда. Такие вещи бывают и в регулярных матчах чемпионата НХЛ и в плей-офф. И счет стал три-ноль. А вот теперь он становится три-один. Это сделал Джон Леклер. Это повтор. Мощно очень бросил Леклер. 4-13. Прошло в первом периоде. Начало предвещает, что урожай голов будет богатым. Но возможно, возможно, и я надеюсь, по крайней мере, на это, что ни одна из сборных не будет до конца иметь большое преимущество в счете, я имею в виду. Как успел среагировать Гашик, непонятно. Ну что ж, канадцы. Родоначальники хоккея начинают показывать свой характер. И для них вопрос победы в этом матче достаточно принципиален. Это Маданна. Никто из партнеров не подключается. Остался на месте Стивенса. Так набрасывал шайбу на дальнюю штангу. Качук. Флери. Флери. Не остановил шайбу. Но еще раз напомним, что по неписным правилам НХЛ, в подоксу НХЛ, силовые приемы в этой игре, в этом матче не используются. Ну что сказать, предыдущая встреча Уолл-Старс две минуты штрафа была на обе команды. Так что в определенном смысле это может быть немножко другая игра. Не та, в которой привыкли играть все, без исключения, наверное, хоккеисты. Ну, по крайней мере, защитники уж наверняка. Вот так начинает атака. Видите? В матче регулярного чемпионата ни за что себе не позволят ни Петисов, ни другой игрок таким пасом атаку начинать. Похоже, что роль судьи в этом матче сугубо как почетного генерала. Шенахан. Ягар. Чехословацкое сочетание такое вынуждено использовать. Чехословацкое звено. Да, Бондро, Холик и Ягар. Вот в таком составе оно выступает. Может быть и стоит пожалеть, что, скажем, Алексей Яшин в сборной не пробился. А то вы могли бы рассчитывать и российское звено целиком увидеть в этом матче. Но зато наших защитников сколько здесь. Суунден. Ну, кстати, глядя на финскую тройку и на тройку шведов, наверное, стоит тем любителям хоккея, которые уже думают о Нагану, даже во время этого матча, поиметь это в виду. Вполне возможно, что именно в таких составах будут и в сборной Швеции, и в сборной Финляндии выступать эти игроки. Уже восьмая минута первого периода идет. Как-то вот говорим мы уже, потому что почти три с половиной минуты шайб заброшенных нет. Ну вот как раз, по-моему... Нет, не забил Сакик. Это непонятно просто. И с такой ситуацией... Да, действительно, удивительно просто. Даже Гашек улыбается. Ага. Он и сам к этому руку приложил в прямом смысле этого слова. Совершенно верно. Во время эстафет, в общем, в субботней программе шоу All Stars было интервью с Лорионовым. И Лорионов сказал, что в раздевалках и той, и другой сборной просили передать привет выздоравливающему Константинову, который участвовал тоже в матчах All Stars. И на шлемах хоккеистов сейчас эмблемы такие. Мы верим. Борьба идет в углу площадки. Но даже слово силовая борьба невозможно употребить. Очень джентльменская вот так вот, скажем, борьба. Немножко толкается. Контератака может получиться. Борре. Нет. Перехваченная шайба. Не точный пас. Не точный пас. Так, пока. Секунд тридцать. Две смены. Пожалуй, борьба идет в центре. Нет. Не успеет. Не успеет Борре. Скотт Нидермайер. Нет. Что-то многовато ошибок для столь техничных игроков. Ну, я понимаю, они наверняка втягиваются еще только в эту игру. Многоходовая комбинация с подключением защитника. Сетисов разгадал. Он нет. Нет. В углу все-таки. И удаление. Да, первое удаление в этом матче. Фетисов не то, что грубо обошелся с Марком Месье, но зацепил. Наверное, неумышленно, но правило есть правило. И даже неумышленное нарушение карается. сетисов. Судья, по-моему, полстет и извиняется перед фетисами. Мол, что поделаешь, но придется две минутки посидеть. любопытно. Какой состав, какую пятерку выпустят тренеры североамериканской сборной для игры в большинстве? Итак, Мадана, Лич, естественно. Тео Флери сейчас атаковал на пятачке перед воротами расположился Катчук, признанный специалист по борьбе на пятачке перед воротами, особенно при игре в большинстве. Хорошо разыгрывают североамериканцы. Держит шайбу, бросок, и вот только мы говорили, что Катчук специалист по борьбе на пятачке перед воротами, как, по крайней мере, он помешал, помешал Гашику отразить эту шайбу. Итак, лишнего игрока североамериканская сборная быстро обратила в отнюдь не лишний для них гол. Посмотрим. Да, по-моему, зацепил шайбу Катчук. Чуть-чуть она изменила направление. но этого чуть-чуть оказалось достаточно. 3-2, а ведь было 3-0. Да, Катчук. На его счет записана шайба и снова рвутся вперед североамериканцы. опять передача незащитника. Бондро атака. Нет, не получается. Это Бондро. Бондро, Ягар. Похоже, североамериканская сборная наконец, вернее, игроки этой сборной уже притерлись звенья. Все чаще и чаще, но удаление нет, нет. Полиберальничал, пожалуй, Пол Стюарт в этой ситуации. 12-я минута заканчивается первого периода. Счет 3-2. Впереди сборная мира. Пас через борт. Линдрос, Леклер и с ними Грецкий. Что не игрок, то имя, то сплошные титулы. Мерецкий. Мерецкий отдает послед к Леру. Сам бросает, но в игрока попадает. Вот фонтер-атака. пас пас прямо на клюшку защитнику. И снова Линдрос. А уже появился на льду Майк игроков. Игроков. Немножко странно, конечно, видеть хоккей без силовых приемов, но зато какие приемы технически демонстрируют игроки и другой команды. Лич перехватил пас. Это Корсун был. И у великих и на солнце бывают пятна, скажем так. Флеви потерял шайбу и теперь атакует сборная мира. Финская тройка. Селянна пас на Лехтинина и нет, нет, не получается. Чем-то эта игра напоминает мне бой из тестовальщиков. Причем классных тестовальщиков, когда идет обмен такими выпадами и уколами. Магдана с партнерами нет, проиграли шайбу. Думаю, конечно, что играть с листом даже таким асом хоккея, как собрались сегодня здесь на льду, не так уж легко. И плюс отказ от силовых приемов это тоже непривычно. Магдана набирает сквозь пас. Розереш не прервана от комбинации. 16-я минута идет первого периода. Напомню, 3-2 впереди сборная мира. Это 47-й матч Олд Старс. Официально 47-й. Было еще три благотворительных сугубо в 39-м году. Впервые была проведена встреча Монреа Торонто и сборной всех звезд остальных пяти клубов. Тогда же была большая шестерка составляла ЛХЛ. Тогда доход от этого матча был передан травмированному хоккеисту Торонто Бейли. Да-да, не удивляйтесь. Если сейчас травм лечение они конечно осуществляются за счет страховки в основном. Но и сами игроки могли бы оплатить лечение. А тогда тогда послушайте смешные суммы платили профессионалам. В 39-м году 5 долларов в день на еду и 2,5 доллара будут первых тех лет на�� «Мемо» и «Мемо» и «Мемо» в день «Мемо» и «Мемо» и «Мемо» и «Мемо» Проводит достаточно быструю комбинацию. В такой игре нападающие должны, конечно, своим защитникам помогать. Мне кажется, игроки европейской сборной это уже хорошо поняли. Поэтому на контратаке, как таковой, у них, может быть, пока что и не хватает быстроты. Ну а чем еще объяснить? Фарчекингом то, что происходит в зоне европейской команды. Это общепринятые тактические, для обычных матчей установки к сегодняшней встрече. Я не думаю, что тут усталость или что-то. Как мы уже говорили, непривычный хоккей без силовых приемов. Рос. Отлично вышел, но не сумел переиграть Бондро. Это, по-моему, был он. Вчера такую шайбу он забил. Патрик Ура в серии буллитов. Просто издевательски красивый. Видно, Руа тоже быстро эти уроки схватывает. Не все время помнишь, что под десятым номером играет Буре. При виде одиннадцатого номера хочется говорить «Месье». В то время как, на самом деле, одиннадцатый номер Альфредсек. Это, наверное, от того, что дух этого матча, вообще праздник, как бы проникает сквозь картинку. И действительно чувствуешь во многом себя, находясь в Ванкувере. Хотя, на самом деле, это, мягко говоря, не совсем так. Но вот закрепилась как бы в зоне сборная мира. Все-таки хочется назвать ее сборной Европы. Конечно, сноска тут минимальная. Ох, как Озелинч хотел сыграть на паузе, а. А в результате получилось не слишком удачно. Двое против одного. А Монти... Ну, таких эпизодов уже все-таки было достаточно много. И у тех, и у других ворот. Суньден. Помешал все-таки ему. Какую скорость. Исакик набрал Нидермайер. 3-3. Быстрая комбинация. Говорить о том, что защитника ошибся и не блокировал, не хочется. Потому что, еще раз повторю. Да. В матче регулярного чемпионата НХЛ Нидермайер, может быть, и сумел бы бросить. Но под таким прессом обороняющихся, после какого-либо силового приема, что забил бы он или нет, неизвестно. Ну, а тут... Ну, оценивать давайте красоту содеянного. Я бы чуть-чуть назад вернулся. Сакик начинал атаку из своей зоны. И вот партнеру шайбы было брать нельзя. Сакик это заметил, ускорился очень резко. И сам же шайбу подобрал уже за красной линией. То есть, все было по правилу. Ну что? Что может сказать Жак Лемер? Было 0-3, теперь уже 3-3. И идет 19-я минута первого периода. Вообще, я думаю, так сказать, если бы не так выбирали тренеров просто, как команды, лидирующие на тот момент в дивизионе, то Жак Лемер, наверное, последний, кого пригласили бы тренировать команду, вот играющую по таким правилам, практически без силовых приемов. Да, конечно. Для его команды играющая очень жестко, с такой жесткой... Кстати, и его помощника тоже, Кевина Константеля. Да, совершенно верно, да. Для них довольно трудно, в общем, руководить. Чисто психологически, по-моему, такой командой. Итак, шайба, вот финское трио. Нет, потеряли. Потеряли шайбу. Лич подключается. А в ближний угол бросал-то Лич? Ну, это типичные для него рейды. Да, но звезды ложатся под шайбу. Ну, что не допрещено в матче «Холл Старс». Весьма и весьма энергично. Наверное, есть такие моменты, когда, в общем-то, не думаешь о том, можно применять свои приемы. Нет, это уже на инстинктивном уровне. Ну, естественно, ворота чуть не пустые. Надо же как-то спасать, закрывать. Вчера во время первого дня программы «Холл Старс» в одном из интервью Марк Месье сказал, что несмотря на ситуацию, турнирную ситуацию с Марковером, они еще надеются попасть в плей-офф. Блажен, кто верует? Ну, к этим заботам Марку Месье, может быть, Павлу Буре придется вернуться завтра, послезавтра. А пока что... А пока у них интересы разные. Поскольку играют они в разных на этот раз командах. Символично, что на последней секунде Гашек еще раз проявил свою быстроту реакции. Спас ворота. И сирена. 3-3, первый период. Это повторяется, этот эпизод последних секунд. Перерыв. Сейчас начнется второй период встречи сборной с североамериканских лакеистов и всего остального мира. Естественно, сменились вратари. И вот уже Олаф Колцек вступил в игру. Его предшественнику, Доминику Гашеку, в первом периоде удалось отразить 13 бросков. Нет, вообще-то те 13 не удалось ему отразить, потому что три все-таки попали в створ ворот, в сетку ворот. 13 бросков сделала команда Северной Америки. Семь. Сборная мира. Ну, вы, наверное, и сами заметили, что Гашек так более ярко выглядел, чем Патрик Руа. Наверное, не в последнюю очередь за счет того, что атаковали все-таки побольше. Ну, первые 4 минуты были целиком за сборной мира. Ну, а затем потихоньку, полегоньку североамериканцы наладили игру и сравняли счет. Пытаются отнять шайбу уже чуть ли в зоне соперника. Игроки команды Северной Америки. У них звено Линдроса или Грецкий на площадке. Это уж как вам будет угодно. Вместе с Грецкий и Линдросом играет Джон Леклер. Лорионов. Поскольку связка Леклер и Линдрос достаточно хорошо сыграна в клубе, она здесь бросается в глаза. Появился уже Скачук на площадке. Это Грецкий. Вы же обращали ваше внимание. Да вы, наверное, и сами заметили, что тренер сборной мира Кен Кичкок построил звенья по такому национальному принципу. Финское звено. Вслед за ним выходит тройка, в которой играет Каменский, Лорионов и вместе с ними Палки. Затем Завиночья Хрославатская, Бондра, Холикви, вместе с ними Яромир Ягр и Шведская. У сборной команды Северной Америки, естественно, такого быть не может. Как заканчивался первый период, так второе начинается. Флери и Мадана чуть не самые активные они в составе своей команды. Флери выводит вперед сборную Северной Америки. Вот такой отрезок выдали хозяеву. Пожалуй, все-таки ближе, наверное. Как-то они географически. Такой отрезок выдали, что впечатление складывалось чуть не в форчекинг они применили, а просто двигались очень хорошо. Быстрые, юркие. Действительно проявлять, может быть, вот такую жажду борьбы, когда борьбы как таковой силовой-то нет, это не так просто. Тем не менее, удалось. Сейчас это и Мадана, и Флери, и Тиолент Флери на 22-й минуте впервые в сегодняшнем матче вывел вперед свою команду. Как-то уж тут не перефразируешь. В движении форвард должен жить. В движении. Как и Мельник. Ну что ж, двигаться, конечно, надо. Сегодня победит тот, кто больше забьет. Не надо было ждать начала второго периода, чтобы это понять. Вообще, вы знаете, многие хоккеисты, вот из команды Северной Америки, не лучший, может быть, сезон в своем национальной хоккейной лиге проводят. Тот же Брайан Лич чуть не последнее место занимает по системе плюс-минус. Ну, что это сегодня значит? Хорошо действует в атаке, за это его и выбирают. Сегодня атакующие, атакующие качества игроков на первом плане. Звену дуга Уэйта. Вот он как раз шайбой. Амонти. И Шенахан с ними вместе под 14-м номером Уэйт. Подключаются уже защитники. Как будто в большинстве играют североамериканцы. Хотя, на самом деле, состав вот как-то беляет северо. Северной индивидуально обыграл, да. Дерила Сидора. Задумано было хорошо. Шенахан так пытался, как диспетчер, вывести партнера. Пулацову работа хватает. Почему? Мы говорили, что, пожалуй, тренеры хотели бы, чтобы Гаша играл в третьем периоде, а не в первом. Но, поскольку он выбран болельщиками, он был обязан выйти на лет с самого начала матча. Стартовым составом. Действительно, впечатление как будто в большинстве. Больше в пас играет команда Северная Алирика. Как ни удивительно, приходится это признать. Да, вроде как принято считать уже годами, что европейцы вот в пас априори играют лучше. Шенахан не совсем, не всегда это так. Смотрим еще раз момент. Маккинис, Насахика. Колцык такой огромный вратарь, огромного роста. Довольно проворный. Но другого бы и не пригласили в сборную Томира. Лич начинает атаку. Нет, перехватили. Но теперь черед сборной мира. Быть поагрессивным. Введя 3-0, они проигрывают сейчас 3-4. Ягар. Хороший пас был. Блудро. Да, все-таки, видимо, как и о школе советского хоккея приходится все время говорить, так и о школе чехословацкого. Ох, как вывели на ворот, а? Да, и здорово все было сделано. И как здорово сыграл вратарь Колцык. Урожденный южноафриканец. Озелинч, ну как все-таки вот чувствуется в Колорадо, другая совсем, вот в атаке, именно в атаке, подчеркиваю, у него игра. Там его партнеры, понимаете, с полуслова здесь не очень. Да, оказалось бы, что вот в такой-то игре Озелинч как раз должен выделяться в своей команде, чуть ли не среди всех. Но даже и в этот хоккей каждый играет так, как позволяет ему соперник. Лорионов там от своих ворот атаку начинает. О, Залинч. Вот в матче регулярного чемпионата разве Линдерас позволил бы обороняющемуся улицевому борту спокойно взять шайбу. Вот пас. Грецкий. Ну уж, прям такая, для такого матча просто жесткая силовая борьба, борьба была в этом эпизоде. Ну вот Буре набрал скорость с Каменским. Бур внимателен был. Малыш Флери. Можно играть. Какое блаженство, наверное, у арбитров в этой встрече. Лехтинен. Ой, какая шайба, а. Селяне. Третий гол, еще полыгры не сыграно. Счет 4-4. И, наверное, уместно вспомнить о кое-каких рекордах вот этих встреч НХЛ. Кстати, один рекорд сегодня уже состоялся. Уэйн Грецкий набрал свое 21-е очко. А я вообще так засомневался. Достал я селяне шайбу или она... Достал. Достал. Достал, да. Пас какой легче он ему сделал. Да, именно пас. Пас был. Это не бросок. Ну вот, с точки зрения Нагана. Наигранное звено. Юбилейный, кстати, хет-трик. Десятый в истории... Олл-стар? Олл-стар-гейм, да. Так вот, если иметь количество набранных в одной игре очков, посетили гол плюс пас, рекорд этот 6 очков, он Марио Люмье принадлежит 3 плюс 3. А максимальное число шайб, забитых в одной игре, 4. Ну, я вспоминаю, как в прошлом сезоне Нолуну позволили, как он матч проходил в Сан-Хосе, позволили Нолуну забросить 3 шайбы. Сделали хет-трик. Думаю, здесь вряд ли кто-либо из североамериканцев хотел позволить Селянну сделать этот хет-трик. Амонти. Пожалуй, Амонти сегодня быстрее бегает по площадке, чем вчера в соревнованиях на скорость. Может быть, он берет свои силы вчера. Кулцев безупречно играет во втором периоде. Да, это Гейт выстрелил буквально метров с полутора-двух, прямо перед воротами находясь. Девять минут почти прошло во втором периоде. Ничья 4-4. И 1-1 в этой 20-ти минутке. И так вроде бы закрадывается надежда, что счет будет приемлемым по общепринятым меркам. 7-8 шайб, я думаю, что будет на счету победителя. И вообще, вот последние минут 5-6 команды настолько уже приспособились к этому хоккею, что как-то вот забывается, что силовых приемов нет. В общем-то, игра как-то смотрится уже и без них. Без провалов, без каких-то диссонансов явных. В общем-то, обычный где-то хоккей. Ну, может быть, кому-то скажут, что не было слэп-приемов. Да что вы удивитесь. Это просто так судили, что они удаляли. Это кто-то из защитников пошел. Флери, Мадана. Очень эта парочка активна сегодня. Качук ждет своего часа. Кстати, разок уже и дождался. Лич чуть-чуть упустил момент бросить шайбу в цель. И опять Мадану. На свободное место. Все правильно по духу игры. А тем временем 1 на 1 Каменский, по-моему, убегает. Да, и не смог он переиграть. Белфор 7 шот-аутов, по-моему, у него в регулярном чемпионате в нынешнем. Я думаю, если сегодня кому-то удастся период на ноль отстоять, то, конечно, по количеству работы, по количеству опасных моментов вполне можно приравнять целый игре регулярного чемпионата. Да, наверное. Да, и к разговору об отсутствии силовых приемов. Конечно, разве кто-нибудь из защитников позволил, бросил уже бежать, бросил погоню и позволил бы так спокойно бросать. 13-я минута второго периода истыкает. О, заленч. Бол, это Яри Курри. Вот, пожалуй, что первая, может быть, в сегодняшнем матче такая многоходовая атака сборной команды хоккейного мира, остального мира. И вот, и опять-таки финское завино. Четыре шайбы из пяти пока на его счету. Ну, Бэтмен, который пригласил Курри в этот матч, так сказать, персонально, может считать, что он правильно, хорошо разбирается в хоккее. Хотя пришел он на этот пост из NBA. Ну, пожалуй, Белфор не лучшим образом в этой ситуации сыграл. Ну, правда, надо справедливостью отменить, что он и не очень хорошо в момент броска ведет. Мало того, что он был прикрыт чуть-чуть защитником, но и сам Курри очень хорошо бросок так закамуфлировал. 5-4 впереди вновь сборная мира. Атака по флангу. Рэки. И вместе к Курсу он играет и в центре Джосаки. Отлично, Колцик. Неприятный очень для вратаря был бросок. В принципе, не так часто нам удавалось видеть в начале этого сезона Олафа Колцига. И в основном впечатления, чисто зрительные, приходилось сравнивать с тем, что он показывал на чемпионате мира в Финляндии весной этого года. Но там просто какое-то он ужасное впечатление. Производил тяжелый, неповоротный. А вот как изменился. Да, вот атака. Два против... Да, три против одного. Даже четыре. Но уже против двух. Этого не хватило. Теперь в другую сторону та же картина. Да. Шведы атакуют. Форсберг. Промах. Кравчук. Выцарапал шайбу и возобновилась атака шведского Трео. Пайтисов. По-моему, в своего попал. Длинный пас. Грецкий. Месье. Ой, какой пас. А не так часто. Месье вроде на виду оказывается. А пас какой выложил Челлиусу. Вот этот гол Челлиуса, напомню, мне спор о том, что обозревателей, прогнозистов. Чикаго начало с семи поражений сезона. И, так сказать, ссылаясь на систему прецедентов, спорили. Попадут они. А гол Тони Челлиус забил? Гол Тони Челлиус забил, по-моему, Эрик Линдерас. С броском Челлиуса справился Коулсов. Да, добивал Линдерас совершенно верно. Но вот Чикаго последние игры. Серия без пройкорежных матчей. И Челлиус все время отличается. И так 5-5. За 5 минут до окончания второго периода. Сплошные пятерки. Бросок был в ворота или просто набрасывал из шайбы? Трудно сказать. Мне, по крайней мере. Да, у Колцига. Побольше работы, что уж говорить. И ни одной ошибки он не допустил. Ну, отбил перед собой шайбу после броска Челлиуса. Так, во-первых, он на нем броска-то практически не видел. Конечно. Расстояние было, ну, никакое. Совсем чуть не в упор Челлиус бросал. Да и к тому же два защитника с Линдерасом боролись на пятачке. Ну, насколько им это позволительно бороться? Когда-то в Питтсбурге была тройка, которая во всех последних матчах All-Stars участвовала. А сейчас остался один ягод. Ну, Фрэнсис тоже остался. И, в общем-то, он не так плохо выступает. Но я думаю, что даже хоккеисты калибром побольше, чем Фрэнсис, не попадают на All-Stars. Может быть, таких игроков, как Лемье, конечно, нет в НХЛ, да и не скоро они появятся. Но вот игроков такого звездного уровня, околозвездного уровня, становится, по-моему, больше и больше. Да, я согласен, что вот таких звездочек, игроков, которые, ну, вроде бы средних, но выше средних, уже достаточно много. Хотя, игроков калибра Лемье, Грецкий, не хватает. Не дали ягоду бросить за ним. Очень внимательно присматривают. И там так ни разу практически не разогнался. Пасхол... О, чуть не сам себе. Да, по-моему, так оно и получилось, в конце концов. В гол попала шага в стол себе. Причем, Сакик у меня в такое впечатление зрячо бросал, рассчитывая именно на этот рикошет. Рассмотрим сейчас на повторе. Это не передача была. Нет, не сказал, что пас. Да, пас, пас, я согласен. Беру свои слова обратно. Пас он делал. Только это не Сакик был, а Амонти. А Красакик он передачи и искал. Он делал пас, конечно, Амонти. 6-5. Впереди сборная Северной Америки. Первый период в ничью завершился 3-3. Ну, в общем, так вот догнали график первые 20 минут. Да. Или почти догнали. Ну, еще 3,5 минуты играть. Кравчук. Ну, что ж, как в матчах регулярного чемпионата НХЛ на качелях Фортуны. Кому улыбнется Фортуна сегодня? Атака. Сборная всего мира. Да, безусловно, приспособились игроки обороны к новым условиям игры без силовых приемов. Большинство из них, конечно, уже пробовали свои силы в таких матчах и даже не один раз знают, что к чему. Но не так-то просто сразу, вот, за одну игру, в общем-то. На одну игру в год совершенно менять, так сказать, психологический настрой. Да, и, в общем-то, и тактику индивидуальную тоже. Ведь нельзя же всерьез воспринимать то, что будет тренером этой сборной Хичкок или Кроуфор, что он кардинально изменит стиль, манеру игры. Об этом просто и говорить смешно. Вячеслав Фетисов. Хороший пас длинный. И Зубов устремился там в атаку по флангам, но не остановили его. Ну, на такие мелочи, как то, что он принял шаги за красной линией в такой матче. Не обращаю, да. Практически игра идет без свистов, без остановок. Десяток вбрасываний едва ли за период наберется. В десяти, по-моему, не наберет из-за период. Селяне. Ну уж, Белфор решил, что хватит Селяне. Трех шаг в этой матче. Ну, в принципе, ошибся-то Белфор, когда не Селяне забивал, а когда забивал Курри. Пожалуй, что по одной ошибке галкиперы допустили во втором периоде. Ну, тоже для этого причины есть. У Колцига работы многие. Белфор временами и замерзал. Так практически. Пореже атакует сборная мира. Но, между прочим, атаки очень острые. Очень острые, да. Потому что очень много хоккеистов индивидуальных. Вот в десятке лучших бомбардиров, побольше даже хоккеистов, вот, не североамериканского происхождения. В двадцатку соискатели Артероса, приза Артероса, лучших бомбардиров по системе гол плюс пас, 17 участников сегодняшнего матча. И действительно большая часть из них в составе сборной мира. И в пятерке трое. А это дебютирует Дмитрий Миронов в этом матче Олл Старс. Вот уж у кого, наверное, впечатление хоть отбавляй от такой игры. Суден. А, помешали друг другу, а? Удаление будет похоже в составе сборной Северной Америки. Ну, пора бы все-таки. Чтобы по штрафным минутам сравнялись команды. Теориан Фалериев. За подножку. И так, незадолго до конца второго периода сборная мира будет иметь лишнего игрока. Кого отправит тренера, интересно, реализовывать это преимущество. Оставил. Швецкое звено на льду. Но Зубов, по-моему, к ним подключен. И должен бы быть Озвергенш. По идее, все-таки с Фордбергомани достаточно. Точнее, от Лидстрем. Лидстрем и Зубов. Меньше минуты до второго перерыва. Суден. Альфредсон. Никто шайбу не видит из нападающих. А Монти решил не выбрасывать, сыграть назад чуть-чуть. Спокойно разыгрывают шайбу. Сакик. Как быстро успел переложиться. Вроде казалось, шайба под неудобную рукой. И уже Сакик прицельно, повторно бросал. Да, совершенно верно. Фордберг. Передача не получилась. И... А это уже мастерство высокое, Белфорд демонстрирует. Очень неприятный бросок. Закрыт он был совершенно. И кистевым броском отправлял шайбу в ворота Альфредсон. Это повторяет эпизод атаки Сакика. Время для того, чтобы четыре чешских нападающих, вернее, чешских и словацких нападающих... И один пока неизвестный нам защитник, поскольку он в кадр еще не попадал ни одного раза в этой смене. Но может так статься, что и не попадет, потому что меньше десяти секунд уже до второго перерыва. Не похоже, что мне Дермайер хотел шайбу кому-то отдать. Все. Сирена второй период выиграла сборная Северной Америки со счетом 3-2. И она же ведет в счете перед третьей двадцатиминуткой 6-5. Остается напомнить, что возможен и овертайм в этом матче. Но чуть попозже мы объясним вам условия, как он будет длиться. А пока что перерыв. Вновь Ванкувер. Вновь матч All-Stars. Третий период. Ну, естественно, появились новые вратари. Брадор защищает ворота североамериканской сборной. И Николай Хабибуллин защищает ворота сборной всего мира. Начинается этот период при счете 6-5 в пользу североамериканцев, которые сейчас играют еще по-прежнему в меньшинстве. Тем не менее, перехватили шайбу и контратакуют. Нет, не поделился с грецким. Шайбой Мессиер. Мадана. О, прошу прощения. Это Койбул. Лехтинян. 10 секунд. В большинстве играть сборной мира. Финская тройка пыталась реализовать преимущество. Вот численно. Вышел на поле Тиарен Флюри. И вот атака Мадану. Качук. С лета атаковал. Хабибуллин с первым броском справился. Вообще, перевес в бросках и во второй двадцатиминутке был на стороне североамериканской команды. 17 против 11. Не такой большой, как в первом. Но вообще, и та, и другая сторона поворотом бросали чаще. Как мы уже говорили, приспособились к этой игре. Ну а голевые моменты за два периода насчитали статистики НХЛ. 13-26. Не в пользу сборной мира. Хотя, еще раз, надо повторить, что очень субъективно это восприятие. Какой момент голевой, а какой наполовину, скажем, голевой. Ну вот тут-то, пожалуй, что голевой момент был. Голевой, да, согласен. Здесь Качук попал по шайбе неплохо. Да, и очень вовремя Хабибуллин сел. И шайба попала прямо в него. Остается звено Мадану на площадке сборной Северной Америки. И не зря оно осталось. Кейт Ткачук, вторая шайба в сегодняшнем матче. Пожалуй, что самая активная тройка, которые играют Флери, Мадану и Ткачук. Ну, не случайно, ищет Ткачук, да, одну Хлери забросил, а две Ткачук. Любопытно, что Ткачук, по-моему, один из немногих форвардов звезд, кто имеет довольно много для звезды штрафного времени. Вот такой заводной очень игрок. Так, впервые в сегодняшнем матче североамериканская команда повела с перевесом в две шайбы. Побольше и бросают по воротам, побольше и голевых моментов. И вот уже перевес в счете двух шайб достичь. О, Зеленич. Шведское трио оборонялся, теперь идет в атаку. Это Сунден слева. Да, еще раз вынужден, согласитесь, что у меня тоже впечатление. Отлично сыграл Хабиб Уолин. Очень опасный был бросок. Подобрал шайбу. О, Зеленич опять. Нет, нет, да, Озен. Но тоже там уже чуть было не добил шайбу в ворота. Леклера показывает, как он действует в своем клубе. Я так понимаю, попытались угадать работники телевидения. Может быть, предполагали, что Леклер может стать и героем сегодняшнего матча. Гол пока он забил. Ну, по крайней мере, с первую шайбу забросил. Сейчас преследовал Холик Личем. Но он достаточно яркий игрок в Нью-Джерси как-то сегодня. Ну, да, это опять то же самое. Холик же приучен к тому, чтобы играть жестко на грани пола. А здесь так играть нельзя. И совершенно не заметил сегодня Павел Буре. Мы вот так вот немножко, может быть, невнимательно в первом периоде пожалели, что нет, скажем, Алексея Яшина, а то бы наши выставили тройку. А, как в случае, тренер выставил бы русскую тройку. Да может выставить Хичко. Пожалуйста, и Буре, Ларионов, и Каменский. Ну, как тот Буре так себя маскирует до сих пор, что порой даже и сомнительно, выходит ли он на площадку вообще. Конечно, гостеприимство хорошая вещь, но нельзя же так во всем уступать. Грецкий. Ох, какая комбинация и Марк Месье. Да, только я хотел поговорить о том, как возможно будут развиваться события, если матч, основное время закончится в ничью. Но, похоже, дело пошло так, что вряд ли овертайм будет. Сейчас посмотрим еще раз, как в старые добрые времена. Вот, бросил назад Грецкий взгляд. Я уж не знаю, Месье его понял или Грецкий все так просчитал заранее, а? И как в верхний угол забросил Месье отличную шайбу. Ну, это еще с Эдмонтона, наверное, это было наиграно, когда они были значительно моложе. Требует включить в сборную Канады Месье, болельщик. 8-5. Произошло все это на 45-й минуте игры. Снова Месье. Ну, что-то Хабибуллин так откинул шайбу на клюшку сопернику. Да, похоже, тренеры сборной мира делают ставку всю на финское трио. Сейчас, по крайней мере. Ну, он даже делал не в том, что ставку они делают на ней, а просто финское звено единственное, кто так постоянно угрожает воротам. А это Маке не сбросают. Вот, видите, вчера выиграл он состязание на самый сильный бросок. Вбрасывание в зоне сборной мира. Одно из редких вбрасываний. Тут даже статистики, кто чаще выиграет вбрасывании, не приводится. Вышел Лиронов, вышел Каменский и Буре. Вот русская тройка. Не то, что там гол забить пока сегодня, кроме выхода Каменского. Вот возможность у него еще одна и опять не удается забросить шайбу. Убегает по центру Теориан Флери. Один на один. Собственно, Хабибуллин-то неплохо играет. Неплохо, да. В двух шайбах он винить совершенно не хочется. Ну, немножко стал он угадывать, когда Месье уходил. Ну, поди угадай, что Месье могут с Грецкой вдвоем закрутить. И опять реагирует. Как только выходит Флери, Мадана и Ткачук, так шайб практически зону сборной мира не покидают. Ну, Хабибуллин привык в Тиниксе, что нагрузки у него большие. Так что это как раз его держит в конусе. А вот Ткачук-то ему забил. Из одной команды знает уязвимые места. Боррэ боролся с его шагом. Нет, вновь атакуют североамериканцы. Леклер потерял. Мощный бросок. Да, североамериканцы, пожалуй, посвежее. И такое внешне небольшое преимущество. Ну, вот одну шайбу отыграли. По-моему, Игорь Каравчук ее забросил. Вовремя он подключился. Все-таки играть довольно много. Давайте мы на всякий случай расскажем все-таки вам, что будет, если игра основное время завершится в ничью. А очень просто. Будет то же, что бывает и во всех матчах регулярного чемпионата НХЛ. Двухминутная пауза. И команды будут играть овертайм пять минут до забитого гола. Ну, если и в этом случае шайба не будет заброшена, хотя в это верится с трудом. Пять минут достаточно большой срок для такого матча. Вот тогда будут штрафные броски назначены. Болельщики, наверное, с удовольствием бы посмотрели в полной программе этот матч. То есть с овертаймом и еще со штрафными бросками. Пауфи. Ну, здесь якорь, в общем, по крайней мере, бросается в глаза своей агрессивности. Пробирается вдоль борта лицевого. Ну, сам же себя изогнал в этой ситуации. И отвоевал шайбу. Выбрался на пятачок, а вот бросит. Ну, все сразу нельзя объять необъятное. Да. Вейт успел помочь своим защитникам. Шенокам. Продолжает оставаться на льду в сборной мира Ягарь и с партнерами из Словакии. Контер-атака. Шенокам. Как поймал шайбу, а? На канале НТВ Плюс показывали... Мы уже показывали программу первого дня, субботнего дня этого Weekend All Stars. И там как раз было очень любопытно... Ну, правда, там не совсем булиты выполняли хоккеисты. Ну, скорее, это выходы один на один, потому что там и на время нужно было играть. И было очень любопытно смотреть на игру вратарей. И, конечно же, Гашик совершенно потрясающее впечатление вот в этом упражнении произвел. Причем по-всякому булиты брал. Не то, что мазали, а отбивал и клюшкой выбивал шайбу. Ловил ее намертво и отбивал с каким-то шиком. В общем, шесть лучших хоккеистов. Вы понимаете, что на закуску-то оставляют таких, как Грецкий, как Линдрос. И, тем не менее, никто забить ему так и не сумел. Пинская тройка у сборной мира, у команды Северной Америки. Ой, ну, звенок Грецкий. Мессие играет. О, шайба не попала в ворота. Чудом не попала. По ленточке практически проскакала, да. Ой, вот там борются в углу. Лехтинен. Хитрец, все-таки, Койва, а? Причем по габаритам-то вроде и для Эрнхелл не подходит. Но он достаточно крепко сбит вообще. Ну, правильно, да. Ну, небольшого росточка. Макинес. Очередную атаку начинают в Североамериканте. Линдрос, за ворота, пас на защитника и бросок. Ну, несмотря на то, что сборная мира отстает в счете на две шайбы от соперников, настроение у них, по-моему, неплохое у игроков. Палери. Тяжелые времена для Хабибулина сейчас будут. Открыл шайбу потерял. Буре. Ларионов гол. Ну, вот и наши отличились. Кажется, не зря мы напоминали о том, что в случае ничейного счета после 60 минут игры будет овертайм и, возможно, даже булиты. Нет, булиты будут вряд ли. Мне кажется, 5 минут это такой срок, когда одну шайбу на двоих команда забить просто-таки обязана. Бурадор не лучшим образом сыграл. А вот там чуть-чуть пораньше, когда еще Буре только входил в зону, видите, Каменск как припозднился. Его флери там придержал и повалил на лед. Наверное, справедливо все-таки. По-своему рассудим, что едва ли его дважды в этой встрече отправят на скамейку для оштрафового. Оставляет на льду Лемер звено Мадана. Вот пропустили, мол, шайбу. Давайте сами исправляйте положение. Кравчук. Агрессивный защитник пошел вперед. Надо исправлять положение. Ах, сошла шайба с трюка. Все как решительно. Флери пошел на ворот и чуть было не добрался до них. Ну, Флери всегда отличался решительностью. Буре решил проверить. Может быть, Брадор уже бдительность потерял? Нет, оказывается, нет. Суден Форсбергу оставил. Снова Форсберг. Ну, нет. Не дошла шайба до Альфредсена. Разыгрывали красиво. Да. Вбрасывание туда, в зону, к Хадебуллин. Началась атака сборной мира. Некому пас сделать, да. Решил обыграть саму. Азариси потерял. А игры в Нагана будут уже совсем-совсем скоро. Вы, конечно, сами понимаете, что такого хоккей там мы не увидим. Там будет совершенно полярно другая игра. Естественно, там на нехватку силовых приемов пожаловаться нельзя будет. Чуть больше восьми минут до окончания третьего периода. 8-7. Пока вот эти 12 минут в ничью заканчиваются. А общий счет, да, и 8-7 в пользу североамериканской сборной. Причем последние минуты четыре. Ах, не заметил Ягар, что упал. Бросился Бродо в шайбе и упал. Я думаю, что Ягар без труда бы с такой дистанции попал бы в незачащенные ворота даже из неудобной руки. Хотя нельзя. Поскользнулся. Смотрите, Бур. Ой, Бродо. Есть хоккеисты, которые все равно хорошее настроение. Как бы игра не складывался, Рейбург не из таких. Помните, наверное, последний матч по-настоящему упорный, который в Бостоне проходил. И на последние минуты в своем родном городе Рейбург и помог команде восточной тогда конференции вырвать победу 5-4. Уж он и радовался тогда как ребенок. Хотя уж за его-то плечами столько этих матчей All-Stars. Не говоря уж о прочих встречах. Брецкий. Видимо, получили североамериканцы указание поактивнее. Лучшая атака нападения. Лич пошел вперед. Вот, потерял шагу. Контер-атака. Феляня. На этот раз Брадор выручил. Леклер, Грецкий и Ли. Нет, это не Леклер. Лесье играет. Лесье, да. Синдерсон до третий период. Самый надежный, что ли, по мнению тренеров североамериканцев, это Тройко. Набирает скорость Лидстром. Нет, в средней зоне звено Мадана перехватила шайбу и начала атаку. Бросок Хабибуллин ловит шайбу. Брасывание в зоне сборной мира. Соотношение бросков 40-27. В третьем периоде пока что почаще бросают по воротам Хабибуллина. Ну, видимо, весь этот перевес был задел. Был создан в первые 3-3,5 минуты. Когда действительно очень большой перевес был североамериканской командой. А сейчас даже атакуют-то почаще. Да. Европейцы. Вон куда Озернич уехал. Он уже практически не возвращается назад. Очень хочется забить. Мне почему-то кажется, что он себе поставил задачу обязательно сегодня отличиться. Ну, без самолюбия играть, это значит, лучше не выходить на лед. Вот у Озернич-то я опоздал. Его в обороне не было. Вот когда он возвращает. Чуть не позже все. Хабибуллин за то выручил. Форсберг. Действительно. Форсбергу, наверное, лучше, когда его очень плотно опекают соперники. Нет, я согласен. Но все равно это в Колорадо он куда мощнее выглядит. Может, потому что действительно все время сопротивление двух игроков, защитников, соперников ему приходится преодолевать. А здесь так никто, особенно, зацепляет. И потерялся. Да. Но сам же ее и вернул. Ну, Сакик, может быть, подарил просто по знакомству Шаги. Зубов уже здесь. Ну, что ж, все естественно вполне. Надо авторироваться. Вот идут уже все вперед. Что-то очень рискованное. Уже не первый раз отбрасывает шайбу Хабибуллин. Бросок. Вполне понятно, что сейчас хотя бы за счет количества, глядишь, оно и перейдет в качество. Пытаются действовать хоккеисты сборной мира. Опять Хабибуллин нет в воротах. А шайба была у североамериканцев, у Сакиха. Бондро. Нет, не успели. Не попала шайба в ворота. Да, вот момент-то был какой. Это просто повезло. Просто повезло Бородору. Уж сам-то он сделал все для того, что шайба в ворота попала. Уж так ошибся грубо. Чуть больше трех минут остается до конца третьего периода. Скажем так. Остановленная игра. Удаление. Но это уж мать рекордный. Просто грубый. Итак, третье удаление. В этой встрече Олл Старс. Голевой момент. Как Холик не добил шайбу. Совершенно бесхозная. Кто-то успел подсунуть шайбы под лежащего Бородора. Нет, она находилась вон там. Совершенно бесхозная. Просто Холик притормозить не успел. В штангу. В штангу, оказывается, попал. Нет, нет. Тут просто счастье было на стороне Бородора. Только этим можно объяснить, что счет не стал 8-8. Выбрасывание в зоне североамериканцев. Так, сборная мира имеет численный перевес. Но, разумеется, финская тройка нападения. Ликстрюм и, по-моему, Зубов обычно в паре с ним играет. Если только не 4 нападающих. К сожалению, вам, любителей хоккея, равно как и нам, не видно на экране, кто же пятый. Грецкий, но выручил Хабиб Бородор. Месье в такой позиции был, что просто обязан был забивать. И тогда мы можем было говорить об окончании. Еще один подарок Грецкий. Не знаю, повезло, вот как Грецкий отбросил. Либо он зрячий. Если зрячий, то это вообще фантастик. Как он увидел партнера у другого противоположного борта. И сумел перебросить туда шайбу. 2 минуты 20 секунд до окончания третьего периода. И хотя сборная мира играет с лишним игроком, это не очень чувствуется. Остает 45 секунд играть в большинстве. Четвером обрали. И опять Хабибуллина, что боишься сегодня. Прямо раз за разом за воротами. Ягор. Ягор, Буре вместе с ним. Но вот уже сборные такие тройки стали появляться. И Форсберг. Форсберг, да. Тренеры ищут оптимальный вариант, дабы сравнять счет. Ну, скажем, он все пробует. Искать его сейчас не далее имеет смысл. Все, в полном составе североамериканская команда. Три против нуля, по сути дела, было. Но Хабибуллин опять выручивал. Вот он создавал тоже все трудности, покидая ворота. А в воротах уверенно действует. Пока меньше всех пропустил. Всего две шайды. Последняя минута пошла. Да, 57,3 секунды. Вбрасывание в ворот Хабибуллина. Ну что ж, Зелено Мадану останется на льду, нет? Менять надо воротаря с шестым полевым игроком. Ну сейчас-то рановато. Почему, 53 секунды? В своей зоне вбрасывания. А, в своей, извините. 57,3 секунды. Мадану вбрасывание проиграл. Зубов хорошим пасом начал атаку. Селяне. Нет, там выцарапливает. Внимательно, конечно. На синей своей линии стерегут. Очень внимательно. Уж как играть последние секунды научились. Защищаясь и атакуя. Энхел этому учит очень быстро. Мадану. Да, пожалуй, североамериканцы не дадут заменить воротаря. 20 секунд. Последняя, пожалуй, атака. Меньше 25 секунд. Да, вот Хабибульн уже там побежал заменяться. 13 секунд. 10. 5. Да. Звучит сирена. Закончился матч All-Stars. Сборная североамериканской сборной против сборной остального мира. Североамериканцы победили 8-7. Но, несмотря на то, что они вели в середине периода со счетом 8-5, сократили разрыв хоккеисты сборной мира до одной шайбы, но все-таки... Могли сравнять. Могли, да. Повезло именно за 3 минуты до конца, но, в принципе, победила сегодня североамериканская команда, да, все-таки заслуженно. Согласен, да. Они все-таки были как-то нацеленнее на ворота, порой быстрее, но... Ну, еще раз повторим, это было очень любопытное, интересное зрелище. Я так понимаю, 29 лет играли между собой в этот день команды западной и восточной конференции. я так понимаю, 30-летие таких встреч едва ли НХЛ справит. Думаю, что понравилась большинству зрителей вот такая игра, не исключаю и даже думаю, что на следующий год будет нечто похожее. Вполне возможно. Вполне. Особенно после вот тех действительно больше напоминавших шоу, нежели хоккей-матчи предыдущих нескольких лет, это, конечно, было куда интереснее. Ну, вот, селяне нам показывали большую часть игры показывают его и сейчас, я думаю, потому, что привыкли уже, наверное, и зрители, и работники телевидения в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, что чаще всего лучшим игроком матча признается тот, кто забил большее количество шайб. Ну, в принципе, вот лично, если бы мое мнение спросили, я ничего бы не имел против, если бы лучшим игроком признали тему селяния. Он достаточно ярко сегодня себя проявил и шайбу забросил, пожалуй, что самую красивую, хотя и не без помощи партнеров. А сейчас мы узнаем главного героя или героев. А пока напомним, что после второго периода, который закончился со счетом 6-5 в пользу североамериканцев, Ткачук забросил седьмую шайбу, затем это Месье отправил шайбу в сетку ворот Хабибуллина. 8-5 Кравчук и Лорионов сократили разрыв до минимума. Ну, вот нам показывают самую красивую шайбу матча, комбинацию с участием Саку Койву и Ере Лехтинина. Пас Лехтинина диагональный через всю площадку и третья шайба тем усиления. Тогда еще оставалось играть больше половины матча. Были, конечно, наверное, были у него надежды, может быть, и повторить, а кто знает, может быть, и побить рекорд результативности. Гарри Беттон. Our MVP will receive this specially commissioned Steuben Crystal Sculpture. In addition, he will receive a new 1998 Dodge Durango, compliments of the new Dodge, official automotive sponsor of the NHL. Ladies and gentlemen, Mr. Gary Беттон, commissioner of the National Hockey League, will now present the 1998 NHL All-Star Game most valuable player aboard and the key to a new 1998 Dodge Durango to World NHL All-Star number 8 Timo Solani. Итак, все подтвердилось. Гарри Беттон поздравляет Timo Solani, названного наиболее ценным игроком матча All-Stars 1998 года. Ну и кроме этого приза, как было объявлено, он получит еще автомобиль Dodge. Итак, это повторы эпизодов интересного матча. конечно же, это гол Месье, гол хоккеиста, который выступает за местный клуб Vancouver Canucks и сцена прощания. Прощаемся с вами, любители хоккея и мы. Прощаемся с All-Stars Weekend, но уже в скорости, уже на следующей неделе на телеканале НТВ, на телеканале НТВ плюс мы предлагаем вашему вниманию игры регулярного чемпионата НХЛ. А сегодняшний наш репортаж закончен, он был организован телекомпанией НТВ, вели его Дмитрий Рыжков и Юрий Розенов. Всего вам доброго и до новых встреч.